Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Вопрос касается ретро-спективной ревности. И соответственно, ну, совершенно очевидно, что вам это мешает жить. В первую очередь, это связано с вашей заниженной самооценкой. В первую очередь, это связано с тем, что для вас какая-то физическая верность, физическая активность является одним из основных способов, я бы сказал, подчеркнуть свою ценность для партнера. Вот, то есть, тот факт, что у вашего партнера, как бы, ну, были другие связи, вот, а вас это, скорее всего, обесценивает как-то. Вот, и связано это с тем, что именно вы демонстрируете в отношениях. То есть, если вы демонстрируете в отношениях, например, только свою гендерную составляющую, то есть, если вы демонстрируете в отношениях только то, что вы мужчина, вот, то, конечно, это очень сильно вас ранит. Потому что, как бы, чисто от природы мужчина хочет быть единственным для своего партнера, вот, и не приемлет других мужчин, потому что это, как бы, ну, влияет на его, на его исключительность, на его значимость, на его ценность и так далее. Кроме этого, наличие других партнеров мотивирует вас сравнивать себя с другими, то есть, вот, ну, вы, вот, сравниваете себя с этими людьми, да, и задаете вопрос, как бы, ну, лучше вы или нет. То есть, это вот тоже такая довольно-таки серьезная, получается, проблема. А все это происходит от того, что, по большому счету, вы ничего больше, кроме гендерной составляющей, своему партнеру, очевидно, не демонстрируете. И это, на мой взгляд, и является проблемой. На мой взгляд, это является основной проблемой. На мой взгляд, это является тем, что вас, как бы, сильнее всего дискредитируют и сильнее всего вам мешают. Вот. Можно ли это скорректировать? Да, можно, если вы начнете относиться к себе как к личности, если вы начнете видеть свою ценность не только как мужчина, но еще и в других сферах, вор, в других компонентах. Если вы будете видеть себя еще и с другой стороны, вам будет от этого, конечно же, легче. Кроме этого, вам нужно увидеть, вам нужно учиться видеть, как личность и своего партнера. Это тоже очень-очень важно, потому что, вот понимаете, что вы представляете, да? Вы просто представляете действия, что, вот, ваш партнер совершал какие-то действия, и все. Вот. На самом деле, это довольно ограниченное восприятие, потому что у партнера есть мотив. Мотив, а мотив для того, чтобы так поступать. Понимание этого мотива, понимание этого мотива, включение этого мотива в свою картину мира, даст вам, как бы, ощущение уникальности, даст вам ощущение того, что этот мотив, сейчас не актуален, с одной стороны, но в то же время, вот в то же время, этот мотив, как бы, является проявлением того, что вам может нравиться вашим партнерам. Это точно такая довольно интересная и, на первый взгляд, противоречивая слегка история. Проблемой также является и фактор доверия. Дело в том, что доверие означает, что вы, как бы, вверяете себя другому человеку. То есть, вы вверяете часть себя другому человеку. Вы говорите, окей, 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 теперь, значит, про часть меня, да, у тебя будет определяющее, значит, определяющее мнение. То есть, грубо говоря, я ценен до тех пор, пока, ну вот, пока, там, ты мне верна, например. Именно такую мысль вы здесь, на мой взгляд, транслируете, и именно эта мысль точно так же служит источником проблем, источником проблем. Потому что ваша ценность не может зависеть от действий другого человека. То есть, если завтра ваш партнер, например, ну, переборщит с алкоголем и, будучи в алкогольном опьянении, вам изменит. Вот, то ваша ценность получит серьезный ущерб, именно потому, что она зависит не от вас, не от вашей, ну, не от вашей деятельности, не от ваших действий, не от ваших выборов и не от ваших решений. А зависит именно от действий другого человека. И это вас все заставляет ревновать. Поэтому, да, работать здесь нужно с вашей ценностью, конечно, конечно же, работать нужно с расширением, так сказать, взаимодействия с партнером, чтобы вы взаимодействовали с ним, с партнером. Я имею в виду не только, вот, как, значит, мужчины, например, но и их как личности, чтобы этого взаимодействия было больше, чтобы это было определяющее взаимодействие. Потому что гендерное взаимодействие все равно, оно достаточно ситуативное, вот, оно достаточно, ну, как бы, малочисленное по сравнению с остальными взаимодействиями. Вот, и, соответственно, вот, на мой взгляд, вы просто немножечко не на то делаете упор. На мой взгляд, то есть упор-то понятен, да, упор понятен, но это именно является тем, что вам мешает. Мешает, причем, довольно сильно. Качественное увеличение, качественное повышение контакта с партнером является не единственным вектором, который вам нужно подкорректировать, чтобы не испытывать вот тех чувств, которые вы испытываете. Дело в том, что ваши мысли, которые у вас возникают, в том числе вот та форма, которую вы описываете в своем сообщении, является элементом ваших потребностей. То есть, нужно постараться увидеть, что вот то, что причиняет вам определенную боль, является проявлением же вашей потребности какой-то, является проявлением вашего желания. Может быть, речь идет о том, что вам хотелось бы какого-то иного интимного опыта. Может быть, речь идет об этом. Может быть, речь идет о чем-то еще. Сказать здесь однозначно сложно. Вот, вы ничего не говорите про свою личную жизнь, вы говорите только про личную жизнь своего партнера. Ну вот, вероятно, вы несколько не удовлетворены своей личной жизнью. То есть, тут нужно посмотреть именно на вашу интимную сферу. Вот, все ли вы свои желания в ней реализовываете, все ли вы свои фандалы реализовываете, насколько вы себя чувствуете свободно в интимной сфере и так далее. Вот, конечно, мы здесь можем иметь дело и с фитишами самыми разными, и в том числе такими, наличие которых вы очень может быть, что будете отвергать. Вот, я не буду здесь об этом говорить. Вот, это, мне кажется, вопрос все-таки для индивидуальной работы, а не для вот такого публичного обсуждения. Но, тем не менее, вот это тоже следует учитывать, потому что ничего просто так не бывает. То есть, если у вас вот что-то такое возникает, да, то появляются, если у вас такие потребности, точнее появляются такие мысли, вот, что это ваши мысли, это ваша, скажем так, активность. И, соответственно, у вашей активности есть, ну, значит, определенные предпосылки, скажем так. Вот, и эти предпосылки необходимо разбирать, потому что, ну, есть ведь, знаете как, есть разные варианты, есть разные варианты, разные, как бы, ну, разные варианты реагирования, скажем так, в этой ситуации, грубо говоря. То есть, вы же могли на это отреагировать по-другому в том числе. Вы могли на это отреагировать так, что, а, у тебя там что-то было, да, ну, значит, как бы, вот, все, тогда мы с тобой больше, ну, не вместе, вот, мы с тобой больше не встречаемся. Вы на этап реагируете вот такими вещами. Это тоже не случайно. Следующее, о чем хочу сказать, это о возможности разместить вот ваши переживания во взаимодействии с партнером. В том смысле, что совсем не обязательно обвинять человека, совсем не обязательно его обвинять, не обязательно предъявлять ему претензии и как-то его принижать и обесценивать. Совершенно не обязательно этого делать, да, но вот разместить именно свои переживания, сказать, что вот какие-то вещи меня задевают и причиняют мне боль без обвинения, повторюсь. Очень, это очень важно и для вас это, ну, довольно таки, такая серьезная история, серьезная возможность для, ну, давайте скажем так, для проживания этого, для проживания этого, вот, и как следствие освобождения. Вот, а другое дело, что, ну, сейчас очень часто бывает такая история, что очень часто бывает так, что вот при тех факторах, которые вы обозначили, у людей частенько могут возникать различные побывки в отношениях, у людей могут частенько возникать, соответственно, ну, запретные темы, вот, и чего-то еще, то есть это, ну, общение нельзя назвать взаимодействием, нельзя назвать открытым, свободным и так далее. Вы говорите о полном доверии, вот, что такое полное доверие, я понимаю, не очень, на мой взгляд, доверять человеку нельзя, невозможно, вот, то, что вы поставили в зависимость какую-то часть своей ценности, вот, действия другого человека, это ваша активность, это никак не связано с доверием, вот, в отношениях может быть открытость, может быть какая-то свобода, но доверие вряд ли, потому что, я повторюсь, доверие, это, по сути, прикладывание ответственности на другого человека за свое какое-то состояние, за свои представления и даже за свои ощущения, вот. Вы говорите про полное доверие, ну, хорошо, если вы говорите про полное доверие, давайте тогда посмотрим, насколько вы можете выражать свои чувства своему партнеру, даже по такой вот теме, теме, которая для вас важна. Насколько вы можете, например, сказать человеку о том, что вот мне больно, вот мне, меня там это задевает и так далее, и так далее, и так далее, насколько вы можете конкретизировать эту историю, сказать, что именно вас задевает и сказать, что, ну, вот, например, позволить себе, да, вести себя, позволить своим чувствам себя вести, насколько вы можете это позволить. Это очень интересный момент, без этого, ну, даже в том ошибочном понимании доверия, которое у вас есть на данный момент, я полагаю, что, ну, есть элемент неправды, вот, это очень-очень-очень важная штука. Также, ну, я бы затронул, я бы затронул элемент вашей жизни в целом, я бы сказал, что, возможно, у вас есть трудности с реализацией, вот, возможно, вы чем-то не удовлетворены в своей жизни, возможно, вам ваша жизнь не слишком интересна, вот, и, возможно, вы чрезмерно центрируетесь на, опять же, своем партнере. То есть, это нужно посмотреть, как изменилась ваша жизнь с того момента, как в ней появился ваш партнер, вот, это можно посмотреть, как она изменилась, как и как изменились вы, вот, какие у вас прямо сейчас приоритеты, вот, и какими они были. Потому что, если вы с появлением партнера, ваша жизнь изменилась достаточно сильно, вот, то, я бы сказал, что это, вот, как раз и является предпосылкой для той самой ретроспективной ревности. Отдельного пункта, пожалуй, что заслуживает тематика конкуренции, вот, потому что то, о чем мы здесь говорим, это про конкуренцию, если вы хорошо проследите за своими чувствами, вы увидите, что вам, в принципе, хотелось бы, чтобы вот не было, ну, чтобы не было никаких партнеров, да, других у вашего, у вашего партнера, чтобы, грубо говоря, были только вы, то есть, это конкуренция. Конкуренция, ну, помимо очевидного, что конкуренция есть всегда и везде, везде, вот, конкуренция проверяет, как бы, ну, как бы проверяет человека на его ценность, то есть, как бы, на его какую-то вот, если можно так выразиться, ну, уверенность, да, на его какую-то вот, если можно так выразиться, ну, твердость на его, вот, если можно так выразиться, целеустремленность, да, вот, это очень такие вещи, которые, с которыми сейчас человеку приходится сталкиваться, вот. На мой взгляд, по моему предположению, вы, скорее всего, стремитесь избежать, вы, скорее всего, стремитесь избежать конкуренции, вы стремитесь, скорее всего, как бы, не отступать в нее, опасаясь того, что кто-то, ну, кто-то будет лучше вас, по большому счету, вот. И, на мой взгляд, это довольно, также, ну, довольно серьезная проблема, вот, потому что, опять же, это мешает вам быть собой. От конкуренции совсем и полностью вы не уйдете. Это сделать невозможно, вот, отвечать на какие-то вызовы придется, вот, сейчас вы отвечаете на эти вызовы, ну, мягко говоря, деструктивно, мягко говоря, не прямо, мягко говоря, значит, ну, через обходные пути, через обходные пути вы действуете, вот, и, соответственно, это, опять же, ну, сабодирует вашу, ну, сабодирует вас, по большому счету, вот. Вот, поэтому, вот это все, опять же, нужно корректировать, на мой взгляд, вот, что вы делаете сейчас, да. Сейчас вы, грубо говоря, не хотите, или не можете, или не привыкли демонстрировать своему партнеру именно свою ценность. То есть, вы пытаетесь, как будто бы, по крайней мере, такое у меня сложилось впечатление, вот, вы пытаетесь сделать так, чтобы, чтобы, как бы, партнер вас ценил. Вы пытаетесь сделать так, чтобы, выбили на хорошем счету у другого человека, вот, и за этого вы можете, там, под него пытаться подстраиваться, и за этого вы можете пытаться, там, под него, так сказать, чрезмерно адаптироваться, вот, и это может, действительно, производить хорошее впечатление, но, рано или поздно, поскольку вы это делаете, именно, скажем так, через, ну, через жертву, да, через жертву с собой, вот, рано или поздно у вас появится потребность в том, чтобы начать за это спрашивать. Вот, и вот, ваша ревность, в том числе, и то, что вы говорите, что, вот, полное доверие, и то, что вы говорите, что не подозревают за человека в измене, вот, это, в принципе, уже такие, вот, я бы сказал, завуалированные формы этого самого спроса, потому что, потому что, ну, естественно, я могу ошибаться, но, вот, как бы, такая типовая, достаточно, достаточно типовая ситуация заключается в том, что при наличии доверия, человек лишается, ну, скажем так, человек лишается свободе воли, например, вот, естественно, естественно, я не берусь утверждать, наверняка, как обстоят дела, ну, вот, непосредственно у вас, может быть, я ошибаюсь, может быть, я здесь не прав, я не знаю, вот, пока я не хочу делать каких-то выводов, ну, вот, преследовать этот момент очень и очень важно, вот, то есть, значит, ну, на моей практике, в моей практике, в моей практике, это, это не такая быстрая работа, вот, с ревностью и так далее, потому что довольно часто встречается здесь сопротивление, вот, сопротивление именно самого человека, который говорит, например, о том, что количество партнеров, да, очень плохо, и что там, ну, что очень плохо, как бы включает мораль, вот, это сопротивление, сопротивление усложняет, усложняет делать работу более сложной, вот, но если у вас сопротивления немного, да, если, если вы критически достаточно, относитесь, значит, к тому, о чем вы говорите, вот, то, в принципе, скорректировать это вполне возможно. Вот, значит, да, ответ на вопрос, с чем это связано, никак вам не поможет, вот, абсолютно никак, там ничего, это может быть, как из детства, ну, какой-то опыт, вот, это может быть, там, также и, как, ну, какая-то личная история, вот, то есть, ну, отголоски, так скажем, личным опытом у вас могут быть, вот, и, соответственно, ну, вам просто, ну, абсолютно ничего не даст, понимание, понимание, понимание того, с чем это может быть связано, то есть, ну, вот, кто-то, 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 кто-то скажет вам, с чем это может быть связано, ну, как бы, и все, что вы будете с этим дальше делать, да, вот это уже большой вопрос, то есть, все равно, даже если вы узнаете, что это, даже если вы узнаете, с чем это связано, все равно, с этим придется работать, и работать придется с этим именно с психологом, потому что, ну, скорее всего, самостоятельно вы разобраться с этим не сможете, если бы могли, то вы бы уже разобрались. Вот, поэтому ваш вопрос, я, ну, считаю, не корректным, абсолютно, вот, и, соответственно, мой ответ носит такой информационный характер, вот, и, в общем-то, поможет вам только индивидуальная работа. Что вы можете сделать, что вы можете сделать прямо сейчас, например, для того, чтобы снизить, снизить, вот, влияние этого неприятного чувства на себя, вот, ну, лично я думаю, что вы можете, во-первых, больше ориентироваться на то, что вы хотите делать для своего партнера, причем именно хотите, а не делайте из чувства долга, вот, это такой очень важный момент, потому что многие люди делают большое количество вещей, друг для друга, вот, но делают они это из долга, вот, а когда они это делают из долга, то получается не очень хорошая история, история, которая заключается именно в том, что человек начинает, ну, рано или поздно, человек начинает что-то требовать от своего, от своего партнера, партнера, вот, это абсолютно, абсолютно неизбежная история, абсолютно, абсолютно невозможно избежать, вот, и, соответственно, вам необходимо, во-первых, уделить внимание тому, что вы хотите делать для своего партнера, во-вторых, вам стоит уделить внимание тому, чего вы не хотите делать для своего партнера, вот, и вам стоит уделить внимание о работе над собственными ценностями, над собственными интересами, вот, над ощущением своей значимости и своей реализации, вот. Таким образом, вы сможете ревность, скажем так, поуменьшить. Вот, естественно, вы это сделаете не до конца, да, потому что, ну, как бы, элемент ревности, он, пожалуй, что должен быть, вот. В частности, если вам, вот, ну, такое чувство, да, как ревность в целом и, в принципе, знакома, то, скорее всего, вы будете ее испытывать в любом случае, просто потому что для вас это возможно. Главное, все-таки, чтобы это не переходило в какие-то формы, и вот, ваша работа с психологом, да, она будет заключаться в том, чтобы ревность была, но при этом, чтобы она не разрушала, не разрушала ни вас, ни при этом, ну, ни вас, ни партнера. Потому что, ну, как бы, прошлого, да, его, его, ну, по большому счету, его не существует в прошлом, то есть, существует только опыт. И в настоящем у нас есть только возможность, возможность сделать все для того, чтобы, ну, вот, чтобы человек хотел быть с нами, чтобы человек выбирал быть с нами, но при этом, вот, необходимо, мне кажется, необходимо понимать, что это от нас, как бы, в полной мере не зависит. Вот. И последнее, что я хотел бы сказать в этой, вот, ну, в контексте, в контексте этой ситуации, это то, как вы видите отношения с своим партнером, допускаете ли вы, что человек может от вас уйти, допускаете ли вы, что человек может вас разлюбить, допускаете ли вы, что сами можете разлюбить человека. Вот. И, в целом, как у вас, вот, с ожиданиями обстоит вопрос. То есть, есть ли они, как проявляются и какие потребности лежат в их основе. На этом все. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь.